Добрый день, дорогие участники. Рад, что вы все пришли, нашли время послушать наш вебинар. Возможно, сразу хочу предупредить, что если изначально у нас вебинар назывался «Аналитическая зрелость. Лучшие практики тех компаний», то сейчас эту тему во время подготовки я чуть-чуть расширил, чтобы в целом посмотреть на те варианты партнерства, которые есть между тех компаниями и университетами, как они взаимно друг друга могут дополнять, улучшать. Ну и потом перейдем как раз к аналитике, о том, опять же, как это все работает и в образовательных онлайн-компаниях, и в университетах. Представлюсь, как Татьяна сказала, меня зовут Евгений Чекушкин, сооснователь платформы WebDigital для проведения онлайн-занятий. На текущий момент у нас уже более миллиона посещений занятий ежемесячно. То есть у нас есть не только видеосвязь, но это также, прежде всего, интеграция с RMS-системами, облачное хранилище всех занятий и все возможные способы аналитики того, что происходило на занятиях. И с недавнего времени добавляем функционал искусственного интеллекта, опять же, для обработки всего того контента, который у нас получается после образования. Соответственно, и с учетом той информации, которую мы всю можем собирать после вебинаров, конференций, уроков и так далее, агрегируем и, исходя из этого, можем уже создавать различные аналитические отчеты. То есть смотреть по проходимости участников, по вовлеченности, в моменте собирать с них обратную связь и так далее, и так далее. Дальше все это, ну, я об этом уже дальше поговорю, о том, как это встраивается в бизнес-метрики, как это все встраивается в бизнес-процессы и как это все влияет на вашу компанию, университет или онлайн-школу. На текущий момент с нами работают уже много топовых компаний из образовательного сегмента, таких как Skillbox со своими дочерними подразделениями, Яндекс.Практиком, есть представители корпоративного обучения, такие как Ascelon, Rossity, Кухни Марии, также есть вузы, но их я здесь, скажем, не могу называть, так как они не дали на это согласие. И очень много, большая часть студентов, большая часть, точнее, компаний используют нашу сервис, интегрируя в свои различные LMS-платформы. Если вы пользуетесь одной из самых популярных платформ для изучения английского языка, то вы пользуетесь нашим сервисным видеосвязью, даже об этом не подозревая. О чем мы сегодня поговорим? Что же у нас, какие тенденции есть в высшем образовании и как это все изменилось за последние несколько лет? Но прежде всего, конечно, пандемия. Да, она пришла, она закончилась, но очень многое, что изменилось и навсегда теперь останется с нами после пандемии. То есть, если до пандемии онлайн-образование было очень редким моментом, то сейчас онлайн-образование стало нормой. И вот эта комбинация онлайн и оффлайн-образования, она как бы в будущем уже никуда не денется. Скорее всего, оффлайн-образование – это уже будет такой более премиальный сегмент, а онлайн-образование – более доступный, понятный всем сегмент. При этом онлайн-образование мы уже видим, это есть как и в дошкольном образовании, в школьном образовании, в ДПО, но и до высшего образования тоже эта тема не обошла. И так или иначе, очень многие вузы, компании предоставляют образование в формате онлайн. Плюс новые технологии цифровизации, искусственный интеллект и так далее – это все точно так же влияет на развитие образования, и это очень сильно как раз подстегивает развитие онлайн-образования. То есть появился запрос на онлайн-образование, и, соответственно, новые технологии, инструменты стали точно так же появляться, как грибы, чтобы удовлетворить тот спрос, который генерирует этот бренд. То есть сделать инструменты для онлайн-образования по-настоящему доступными, удобными, и так, чтобы качество обучения не только не упало по сравнению с отлайн, но наоборот выросло. Поэтому здесь мы дальше уже посмотрим, какие инструменты уже, которые существуют сейчас, можно здесь использовать. Как, не знаю, печально, не печально, но в настоящее время очень много мы все проводим за компьютерами, различными гаджетами, в соцсетях, в различных видеохостингах. И вот этот навык коммуникации, живого общения с людьми, навыки различных софт-скиллов, они сейчас выходят на первое место в развитии человека. То есть для детей сейчас очень важно не дать им подсесть на гаджеты в раннем возрасте до того, как они научились коммуницировать со своими сверстниками, родителями и так далее. То есть это большая проблема и челлендж для родителей. Так как все очень быстро меняется, соответственно, студент после обучения должен быть максимально готов тут же погрузиться в рабочие процессы компании. То есть сейчас, ну, по факту недопустимо, что после вуза вы приходите устраиваться в компанию, вам говорят, забудьте о чем вас учили в вузе, и начинают вас чему-то учить по-новому так, чтобы вы могли работать в этой компании. Сейчас все стараются учить уже конкретным навыкам, с которыми студент приходит в компанию и начинает работать как полноценный сотрудник, да, пусть на начинающем уровне, но он уже точно понимает, что он будет работать в этой компании и такими-то задачами заниматься. И опять же, что у нас все в мире очень и очень быстро меняется, и сейчас уже нельзя как раньше получить одну профессию и с этой профессией постоянно в ней находиться. То есть мир меняется настолько быстро, что какие-то профессии начинают полностью исчезать, какие-то профессии внезапно начинают появляться, и вы вынуждены, чтобы не отстать от этого безумного темпа, в котором мы сейчас живем, постоянно и постоянно учиться. И это обучение может быть, да, вы можете самостоятельно читать книжки, там, смотреть различные видео, либо как раз брать какие-то дополнительные учебные программы, погружаться в них и выходить оттуда с каким-то новым навыком. Пусть это может даже сначала какое-то хобби, но потом это может превращаться в конкретную работу. Тут уже зависит от ваших целей, того, что вы хотите от вашего дополнительного обучения. То есть это могут быть не только какие-то прикладные навыки, технические профессии и так далее. Это могут быть просто различные хобби, там, не знаю, рисование и все, что с этим связано. То есть это тоже важно, не забывать вот о развитии каких-то творческих навыков, софт-скиллов и так далее. Не обязательно все, чему мы учимся, должно быть направлено на зарабатывание денег. Нужно что-то не забывать делать и для себя любимого. И в целом уже исследования показывают, что более половины студентов, которые выпускаются во всех вузах, так или иначе, часть программ проходят в формате электронного обучения. Да, это не всегда онлайн-обучение, когда мы встречаемся всей группой, всем классом в какой-то онлайн-комнате и преподаватель нам обсуждает. Очень много курсов теперь есть предзаписанных, которые мы в университетской, мы в системе можем самостоятельно проходить, получать за это оценки и, соответственно, сдавать зачеты полностью в электронном вузе. И тенденция, которая есть на рынке, что высшее онлайн-образование тоже растет. То есть у нас более чем на 80% количество студентов, которые выпустились весной 2024 года, превысило количество студентов в 2023 году. И эти цифры, безусловно, дальше будут расти. И основным фактором, который подпитывает этот тренд, является то, что сейчас очень развивается количество онлайн-школ среднего образования. И, соответственно, те дети, которые еще вчера были школьниками, и, закончив какую-то онлайн-школу, соответственно, абсолютно логично, что они захотят продолжить высшее образование в таком же онлайн-формате, так как для них это уже формат, к которому они привыкли, и они, скорее всего, уже даже, может быть, даже тяжело будут учиться в оффлайн-формате. И поэтому вот эти выпускники онлайн-школ, которые... школьное образование с 1 по 11 класс, они станут тем потоком студентов, которые будут приходить в высшее образование после завершения школ. И количество таких школьников будет с каждым годом только расти. Ну и в целом поколение до 35 лет уже более 40% предпочитает дистанционную форму обучения. Это понятно. Вам не нужно тратить времени на дорогу. Вы можете это делать удаленно. Вы можете позволить себе учиться в каких-то престижных вузах, получать престижные образовательные программы, даже находясь в каком-то другом регионе. То есть онлайн-формат, конечно, вот эти границы очень сильно расширил того, где мы можем учиться. То есть находясь в Иркутске, мы без проблем можем учиться в московском вузе и получать диплом московского вуза. Но в целом, как бы это было, не было все хорошо, и о том, что онлайн-образование, конечно, развивается, развивается и идет вперед, но более половины студентов все-таки оценивают качество онлайн-учебных материалов на среднем удовлетворительном уровне. И это как раз та точка роста, над которой нужно думать всем онлайн-компаниям. И дальше я буду приводить примеры тех компаний. Сейчас это реально те компании, которые дошли до определенной стадии зрелости, они понимают, что улучшение продукта, улучшение материалов – это тот драйвер роста, который позволяет вырастать в несколько раз, в два-три раза, без привлечения какого-то количества новых студентов. То есть именно качество образования позволяет уже удерживать даже тех студентов, которые уже находятся в вашей школе. Так, тут вопросы. На вопросы, да, могу сразу отвечать. Какой формат? Ольга спрашивает, какой формат вы считаете более полезным, гибридный или полностью онлайн? И здесь у каждого свои предпочтения. То есть кто-то, да, предпочитает часть занятий в онлайне проходить, и часть в оффлайне проходить. То есть, не знаю, лекции прошли в онлайне, на семинар там с преподавателем съездили в университет, в оффлайне познакомились. То есть тут у каждого свое, какие-то форматы изначально уже вуз начинает трактовать, что только онлайн или только гибридно и так далее. Так, вопрос от Екатерины. Не думаю, что онлайн-образование вытеснет классический диплом. Но здесь об этом речи не идет. То есть онлайн-образование, которое мы получаем в вузе, мы точно так же получаем классический диплом этого же университета. Поэтому от формы обучения диплом у нас тут не зависит. Про аналитику мы поговорим чуть-чуть позже, то что вопрос Дениса. Сейчас не буду на это отвлекаться. И последнее, что тот пункт, который стал все нераскрытый на слайде, это что сейчас для работодателей нету разницы, уже нету разницы, с каким дипломом вы приходите. Да, если еще несколько лет назад все смотрели с большой долей скептицизма на то, что вы пришли опять с каким-то дипломом из очередной онлайн-школы, то сейчас это уже стало нормой. И работодатели готовы принимать сотрудников, которые выпустились из различных онлайн-школ, вузов и так далее. Ну вот, собственно, на вопрос Ольги я только что и ответил, что предубеждения против онлайн-образования становится все меньше и меньше. И скоро полностью исчезнет. В целом поговорим, опять же, о том, как развивается высшее образование. Оно немного пересекается уже с тем, что я говорил. Углубимся чуть-чуть в детали. Соответственно, все мы хотим очень внимательного и бережного отношения к своей собственной персоне. То есть все мы хотим, чтобы у нас был индивидуальный подход от преподавателя, чтобы учитывалось то, с чем мы хотим работать, куда мы хотим прийти и так далее. И здесь важно для вуза это предоставлять какие-то возможности персонализированного обучения для студента. То есть да, он там занимается какой-то общей программе по программированию, но какие-то там вариации, какой язык программирования лучше выбрать, это лучше как раз отдать на лодку студента и позволить ему развиваться в том, что именно он хочет. Соответственно, и здесь уже важно какими-то технологиями, инструментами давать каждому студенту тот образовательный материал, который ему очень хочется. Возвращаясь вот опять к вопросу, который был про гибридный формат и онлайн, да, здесь у нас развивается и онлайн обучение, и смешанные программы у нас точно так же развиваются. Они очень много приносят одни, приносят другие какие-то положительные моменты. И оффлайн точно так же приносят очень много в онлайн обучения. Зачастую все равно у нас онлайн обучение построено по тем методикам, которые мы привыкли видеть в оффлайн обучении. Об этом я еще там чуть дальше поговорю о том, что сейчас еще такой этап развития онлайн обучения, на самом деле, что это копирование паттерна по оффлайну. И как дальше онлайн вот начнет определяться от оффлайна, это прям интересно наблюдать, и это мы с вами увидим в течение ближайших несколько лет, куда это все пойдет, и насколько сильно онлайн оторвется от оффлайна, именно с точки зрения методологии, контента и так далее. Как я и говорил, на текущий момент soft skills — это суперважный навык, и это вот как раз к вопросу Евгении о том, что насколько студент отрывается от группы вот в этом онлайне, и прям он не чувствует себя частью группы. Да, такие моменты есть, и именно вот эта коммуникация в онлайне, конечно, гораздо-гораздо сложнее почувствовать, прочувствовать настроение группы, прочувствовать то, как они с друг другом взаимодействуют. Вот это где-то эмпатии нам зачастую не хватает в онлайн обучении. И здесь это важный навык того, как выстраивать коммуникацию в онлайне, как научиться относиться критически к тому бесконечному потоку информации, который насыпется каждый день из каждого утюга, и развивать свой творческий подход так, чтобы найти место в этом мире и почувствовать себя на твердой опоре. И это все происходит при том, что у нас там безумная глобализация, появился искусственный интеллект, и он так или иначе начинает, опять же, влиять на те сферы жизни, о которых мы раньше не думали. Где-то мы научились уже рутинные задачи на него перекладывать, где-то еще не научились. Но так или иначе это уже начинает влиять на нашу жизнь, начинает влиять на какие-то процессы в коммуникации. Так, были проблемы с интернетом. Пришлось переключиться на мобильный интернет. Сейчас видно, слышно. Да, окей. Так, на чем я остановился? На практическом обучении. В принципе, здесь, да, уже я сказал. Ну, и непрерывное обучение, повышение квалификации, да. То, что нам как бы тоже всем необходимо, чтобы не отстать от того, что происходит в мире, в наше время. Давайте поговорим о том, все-таки, как у нас сейчас связано высшее образование и тех. То есть, с одной стороны, да, в вузах это у нас бакалаврия, магистры и так далее. А с другой стороны, вот в техе у нас есть очень много того, что это и подготовка к ЭГЭ, и дополнительное профессиональное образование, различные навыки, ниши, повышение квалификации и так далее. С вузами, кстати, здесь чуть-чуть на сайте не упомянули интересный кейс, с которым вот недавно столкнулись, что вуз совместно, я не помню, с каким-то металлургическим комбинатом сделал специальную программу за несколько миллионов рублей, чтобы подготовить буквально там три или пять человек, которые занимаются каким-то узкоспециализированной работой на суперспециализированном оборудовании. И таким крупным компаниям, это какой-то новый формат, вот сотрудничество с вузами, который я недавно встретил, что этим компаниям выгодно работать с вузами, несмотря на, казалось бы, высокую стоимость разработки курсов. То есть там стоимость подготовки курса такого занимает в разы больше, чем потом организация обучения. Ну и, соответственно, вузу дальше, опять же, выгодно уже разработав даже такую специализированную программу, он понимает, что ее может этому же металлургическому комбинату или там другим похожим компаниям продавать. И здесь как бы и университеты, и техи, они связаны между собой с учетом того, что у них единая цель, что нужно готовить и готовить новых студентов. Все-таки в высшем образовании это у нас не только цель подготовить и выпустить максимальное количество студентов, но и многие вузы являются, имеют набор на небюджетной основе или изначально на платном обучении. И, соответственно, здесь, в этом формате, у них точно так же, как и у обычных тех компаний, стоят цели. Это прежде всего привлечь новых студентов на платное обучение, соответственно, подготовить для этих студентов новые программы именно дистанционного обучения, онлайн-обучения. Ну и по итогу с этих новых форм обучения получить дополнительный заработок для вуза, который можно потратить как на развитие этого направления с дистанционным обучением, так и профинансировать дополнительно создание курсов и улучшение инфраструктуры для бюджетных программных мест. Но все это так или иначе наталкивается на то, что у нас не хватает финансирования на внедрение новых решений, какие-то сложности с интеграцией инфраструктуры, так как зачастую новые решения требуют новой инфраструктуры, инфраструктура устаревшая, соответственно, все это накладывает необходимость расширения технической поддержки и улучшения цифровой грамотности всех, кто задействован в процессе дистанционного обучения. Почему я очень много говорю про тех и сравниваю техи и вузы? Да потому что тех – это достаточно большой рынок на текущий момент, то есть по оценке агентства Smart Ranking, которое занимается оценкой и изучением как раз рынка образования, только за второй квартал 2024 года выручка тех компаний составила 32 миллиарда рублей. И поэтому у этих компаний есть чему поучиться и взять их лучшие практики для улучшения грузовских программ. Ну а в целом, соответственно, уже за первое полгодие потрачено больше 65 миллиардов рублей. И высшее образование – это еще пока небольшой кусочек того онлайн-образования, которое есть, и это возможности для всех зайти на этот рынок и начать на нем стабильно расти. То есть вот здесь видно, что компания Synergy, которая представляет сегмент высшего образования, находится на текущий момент там в тройке лидеров вообще онлайн-образования и там зарабатывает более 2 миллиардов рублей. Ну, заработала более 2 миллиардов рублей за второй квартал этого года. Поэтому есть примеры вузов, с которых можно брать пример и смотреть, как быстрее и быстрее расти. Почему сотрудничество тех компаний и университетов, они полезны друг другу? У тех компаний есть уже наработанные инструменты, наработанные практики, разработаны все системы для того, чтобы предоставлять качественное онлайн-образование. А у вузов есть классические уже готовые программы, есть опыт обучения студентов каким-то достаточно специфичным специальностям и, соответственно, возможность выдавать диплом. И среди наших клиентов есть как раз компании, которые занимаются как раз партнерством с вузами и совместно с ними делают учебные программы. У нас на эту тему был вебинар, где это в сентябре как раз мы делали вебинар, про партнерство вузов и техов и как они могут друг другу круто и классно помогать. Соответственно, также у техов можно взять те инструменты продвижения и привлечения новых студентов. То, как можно масштабировать, так как кажется, вот мы научились привлекать студентов, и дальше у нас будет все хорошо. Нет, как только мы научились привлекать студентов, у нас дальше стоит вопрос, а как их же грамотно обучать, так, чтобы качество не упало при росте количества студентов. И, соответственно, все это так или иначе требует аналитики, чтобы мы понимали, что мы не вслепую движемся, там, добежал студент до конца курса или не добежал, а все-таки понимали, с каким настроением, с какими промежуточными результатами он дошел до этого конца курса, как он сдал экзамены и так далее. Готов ли он продолжать обучение в вашем вузе в следующем учебном периоде. Если, опять же, заглядывая уже вот как раз к теме аналитики, для того, так как тех компаний, это, как правило, почти все коммерческие компании, и им очень важно, чтобы стоимость привлечения одного ученика и затраты на этого ученика были меньше того количества денег, которое ученик принес в эту компанию. Только тогда, как бы, компания становится прибылью. И, соответственно, здесь нам нужно важно понимать вот эту, все этапы привлечения новых студентов с самого начала. То есть сначала это интересующийся человек, который зашел на наш сайт, где-то увидел нашу рекламу и так далее, и так далее. Потом, не знаю, он обратился в ваш вуз, в приемную комиссию, пришел на какой-нибудь день открытых дверей, и после этого он там принимает решение уже продолжать обучение в вашем вузе. Ну, а дальше ваша задача, как только студент поступил на первый курс, опять же, заботиться о том, чтобы он учился хорошо, и чтобы он не ушел в другой вуз, то есть так, чтобы он вам... Ну, то есть вы его привлекли один раз, понесли затраты на привлечение студента один раз, а дальше он каждый год продолжает учиться в вашем вузе до выпуска, до финального завершения и получения диплома. Соответственно, у техов можно поучиться, как они расширяют географию, так, чтобы студенты были даже не только из разных городов, но очень большая проблема – это то, как привлекать студентов из разных часовых поясов. Ну, то есть там, например, московский вуз, студент находится во Владивостоке, и это очень тоже тяжело, и нужно выстраивать очень грамотно программу обучения так, чтобы охватить наше множество различных часовых поясов. Ну, и несмотря на то, что там я показывал какие-то большие цифры, какие компании уже в топе, постоянно каждый год на этом рынке появляются новые компании, которые находят свою нишу и откусывают какой-то кусочек рынка. То есть это, боже, может быть где-то узкая специализация, какую-то нашли лазейку в маркетинге и так далее, и так далее. То есть там прям у каждого находится что-то свое. Вчера буквально рассказывали кейс, что школа запартнерилась с парками развлечений для детей в торговых центрах, и, соответственно, оттуда они получали очень много поток детей в свою онлайн-школу, и стоимость привлечения была очень низкая. Давайте теперь перейдем к нашей основной теме. Это именно про аналитику и то, как она влияет на развитие образовательной компании. Здесь эти цифры условно. Это те цифры, которые мы просто видим на примере наших клиентов. Кто-то с этими цифрами уже где-то далеко впереди, и кто-то, наоборот, даже еще и не думал об аналитике, а денег уже заработали много. Соответственно, дальше я расскажу про различные уровни того, какие бывают подходы к аналитике в разных компаниях. Самый базовый и то, что, наверное, уже существует с первых университетов со средних веков, это то, что все пришли в класс, и преподаватель, куратор, тьютер там отмечает посещаемость, и, соответственно, после того, как сдали экзамены, мы, соответственно, переходим, знаем еще и успеваемость этих студентов. Но, казалось бы, у нас онлайн-образование, и можно все эти данные теперь начинать собирать автоматически. То есть это вот как раз первый уровень того, что у вас начинается развиваться аналитика в вашей компании, это именно то, что вы автоматизируете сбор данных хотя бы о посещаемости студентов. То есть, соответственно, если раньше у вас каждое подразделение занималось сбором этих данных вручную, то дальше вы автоматизируете сбор этих данных, например, в LMS-системе. И даже такие вот базовая интеграция сервисов, в которых вы проводите обучение, и LMS-системы уже позволяет существенно экономить на каких-то рутинных операциях. То есть у нас был пример одной из школ, которые после интеграции LMS и сервисов digital для проведения занятий начали автоматически, во-первых, в LMS генерировать ссылки для каждого студента-преподавателя. Например, пусть там, я знаю, в вузах очень популярная система Moodle. Соответственно, в Moodle генерируются автоматически ссылки для каждого студента, каждого преподавателя. И при клике на эту ссылку каждый переходит уже в сервис видеосвязи с нужными правами доступа, с правильными фамилиями и отчеством и с каким-то идентификатором в LMS-системе. И после того, как занятие завершается, сервис видеосвязи всю эту информацию автоматически отдает уже в LMS-систему. То есть здесь уже нет никакого ручного труда, не нужно где-то искать, бегать лицензии на сервис видеосвязи. И даже вот это осознание для студентов и преподавателей, что сервис автоматически почитает их посещаемость, все будут знать, кто когда опоздал. Даже уже этот сам факт дисциплинирует и студентов, и преподавателей, что надо более ответственно подходить к посещению занятий. Следующий уровень аналитической зрелости – это как раз, когда мы уже научились собирать все данные в LMS-системе. Казалось бы, мы уже умеем все это интерпретировать. То есть мы собрали исходные данные, построили вот такие дэшборды, ну, графики, по которым мы сразу понимаем, что, например, студенты вот в левой части, там, Захарченко, Идеева, у них вовлеченность очень высокая, и, скорее всего, там, с этими студентами никаких проблем в будущем не возникает. У какого-то там студента вот у Гришиной, там, черные квадратики, это, значит, она по каким-то причинам отсутствовала. Ну, а студенты справа, там, видно, у них очень низкая вовлеченность, неизвестно, чем они занимаются. Это как раз повод для куратора, преподавателя, обратить на них внимание, там, провести какие-то личные встречи, беседы. Возможно, там, студенту вообще курс не подходит, какие-то там конфликты с преподавателями, и что-то идет не так, и нужно что-то, предпринимать какие-то действия, чтобы не потерять этого студента. Но вот на этом уровне, по факту, обработка этих данных, она еще происходит вручную. То есть есть ответственные сотрудники, которые смотрят на эти графики и, соответственно, предпринимают какие-то решения о том, что делать дальше. И здесь, как бы, мы зависим от этого сотрудника, то есть заметил он какие-то проблемы со студентами, не заметил, там, ушел в отпуск, пришел другой, который не знает, как правильно смотреть на эти графики. Поэтому здесь еще есть влияние человеческого фактора и еще не все процессы автоматизированы. Давайте пойдем на следующий уровень того, как можно расширить аналитику. Соответственно, как я и говорил, зачастую вот студенты уходят на лекцию, вроде мы научились считать посещаемость, но мы не знаем, осмотрят там студенты, все ли им понятно, вовлечены ли там студенты, преподаватели и так далее. То есть, казалось бы, идеальное решение, когда у нас все автоматизировано, мы все получаем в каком-то, опять же, красивом виде, в отчетах, и есть какие-то даже уже автоматические действия, которые автоматически реагируют, приглашают студента на сбор обратной связи, отправляют ему различные анкеты или подсвечивают там, уже ставят задачу куратору, что нужно связаться с этим студентом. Но в реальности вот эти инструменты оценки качества занятий сейчас построены так, что в компаниях, в вузах есть кураторы, которые отсматривают записи, там каждую запись, кто-то выборочно отсматривает записи, на основании этого делает какую-то субъективную, опять же, оценку того, что происходило на занятии, а как можно улучшить занятия. И увеличение штата таких сотрудников так или иначе ведет к увеличению затрат. И поэтому, казалось бы, да, у нас там посещаемость лекций вроде хорошая, семинаров там тоже хорошие, свыше 90%, но заканчивается какой-то семестр, отчетный период, и студенты у нас не переходят далее. И так как мы не знаем, что реально происходит во время занятий, то ли преподаватель не смог завлечь студентов, то ли материал был сложный, то ли студент вообще не понимал, а зачем он здесь находится. Никто не интересовался интересно, ему не интересно, насколько и его вообще спросили. Ну и в целом зачастую иногда бывают какие-то сложности с организацией того образовательного процесса, который происходит. Соответственно, зачастую каких-то автоматизированных решений здесь не предпринимается. То есть да, у нас снизилась посещаемость, формально отписались, потом ждем, когда ответственные лица смогут среагировать. Но здесь важно как раз выстроить вот эту автоматизированную систему контроля того, что происходит во время занятий, и на текущий момент как бы есть различные инструменты того, как это сделать. То есть здесь можно как раз пользоваться базовыми аналитическими данными, то есть там когда пришел, когда ушел, активность вкладки. Также здесь уже можно привлекать элементы искусственного интеллекта, когда мы распознаем, о чем же была беседа преподавателя, студента, и оценивать, насколько каждый из них был вовлечен и так далее. Соответственно, здесь важно понимать, опять же, ваши цели и к чему вы хотите прийти по итогам развития вашей компании и какие инструменты вы хотите здесь потратить. Вовлеченность можно оценивать, соответственно, вот как я говорил, по активной вкладке, насколько студенты ставят реакции, насколько они активно участвуют в вопросах, так как во время занятий можно создавать различные виды интерактивов, и, исходя из этого, понимать вообще, они там с нами, не с нами, видели, они не видели эти опросы. Плюс работа в малых группах тоже там в сессионных залах позволяет более качественно вовлекать студентов, и там мы тоже можем по параметрам, опять же, там студент активно вовлекался в дискуссию или он там сидел, молчал с выключенной камерой микрофона. Это все по косвенным признакам позволяет сделать какую-то там агрегированную метрику вовлеченности студента и уже дальше с ней и работать. И, соответственно, для тех, кому интересно как бы продвинуться в развитии аналитики в своем вузе, в своей техкомпании, я думаю, сегодня с нами не только вуза, от нашей компании мы предлагаем бесплатный аудит, что мы с вами совместно можем разобрать ту ситуацию, в которой вы находитесь, соответственно, определить цели, к которым вы хотите прийти и выбрать те оптимальные инструменты, которые позволят вам это сделать. И, исходя из этого, уже понимать, какой формат аналитики вы хотите и какие данные реально будут влиять и помогать вам развивать ваш бизнес и вашу компанию. И это касается и университетов, конечно же, тоже, так как зачастую подразделения, занимающиеся дистанционным образованием, это достаточно обособленные подразделения в вузах, у которых есть конкретные показатели по набору студентов, по выручке и так далее. Соответственно, я сейчас отправлю ссылку в чат, и там вы можете перейти по форуму, записаться. И, соответственно, вот мы от своей компании предлагаем бесплатные встречи. Соответственно, для первых трех участников, которые запишутся, можно встретиться и обсудить то, какие процессы и какие инструменты у вас сейчас находятся. Соответственно, по результатам ничего, понятное дело, мы вам продавать не будем, так как мы работаем с множеством компаний, нам интересно понимать в разных компаниях, какие есть проблемы, и мы можем те практики, которые мы уже наработали с ведущими тех компаниями и вузами, привнести и в вашу компанию. И это не всегда касается каких-то инструментов только видеосвязи, это комплексный подход, и как и ОМС должна работать, и как и остальные бизнес-процессы в компании тоже должны работать, и как выстраивать привлечение новых студентов. Соответственно, на встрече мы никаких там персональных данных ваших не собираемся разглашать. Соответственно, обсудим всю IT-инфраструктуру, те сервисы, которые вы используете, и подумаем, какими методами вы можете улучшить выручку с одного студента, ну, и удерживать тех студентов, которые у вас уже есть. Соответственно, максимально подумать о том, как автоматизировать все процессы, и как это в целом может сказаться на качестве вашего образования. Практики больших вопросов с чата, практики больших компаний могут ли хорошо работать для небольших образовательных процессов? Да, безусловно, могут. То есть наша цель как раз состоит в том, что мы смотрим те процессы, которые есть в больших компаниях, и внедряем, помогаем внедрить их маленьким компаниям. То есть зачастую большие компании что-то сделали навороченное, а у маленькой компании просто нет бюджета это сделать. И, соответственно, здесь мы как раз помогаем максимально лучшие практики по адекватным ценам внедрять в небольшие компании. Вот. Соответственно, как я уже и говорил, на встрече обсуждаем вашу аналитику, посмотрим те данные, которые вы уже собираете, предложим те наборы данных, которые уже можно собирать, и, соответственно, ту систему графиков и дешбордов, которые необходимо будет использовать. И далее, соответственно, определив эти вводные моменты, уже работаем над тем, как правильно интерпретировать те данные, которые мы с вами получаем на графиках, и как, соответственно, из этого доставать те инсайты, которые позволяют улучшать программы обучения через автоматизацию анализа студентов. И, соответственно, также обсудим пользу совместных программ. То есть для вузов сейчас очень важно, то есть у нас есть хороший пример с компанией Skill Factory, когда они привлекают топовые вузы, и это выгодно одной и другой стороне. То есть есть компании, я знаю, корпоративные, которые, наоборот, покупают курсы, даже университетские, теховские для своих сотрудников. Поэтому здесь вариантов партнерства в этой сфере достаточно много. И партнерство позволяет какие-то этапы развития пройти очень и очень быстро. Поэтому здесь это очень благотворно влияет на всех участников этого процесса. Вот. Поэтому в целом, как бы, аналитика – это все. Это то, к чему идут многие компании, научиться из данных, доставать те инсайты, которые двигают ваш вуз, вашу компанию вперед и позволяют, соответственно, экономить и время, и деньги сотрудников, и, самое главное, увеличивать качество образования и привлекать новых студентов. Все. Спасибо за внимание. Если есть еще вопросы, задавайте в чате. У нас еще осталось пять минуточек. Так, ну, если вопросов нет, тогда продолжаю завершать. Так. Татьяна, вы что-то скажете еще в заключение или завершаем? Татьяна, нет? Ну, тогда всем спасибо. Был очень рад встрече с вами. Было очень много интересных вопросов в чате. Это было интересно. Спасибо за внимание.